Понятно. Вот, например, говорят, что мы должны жить по-евангельски и мыслить категориями священного писания. Как мы сказали, наверное, можно так сказать. Как я говорил, ум сначала образовывать нужно, читая писания и творения святых. Но это начало, это невершенно. А потом понуждать свою волю, заставлять жить в соответствии с этим. Потом, когда нарабатывает навык и привычка, начинается очищение чувств. Тогда уже мы становимся способны к Вселенной Духу Святому Божию. Ну, то есть, категориями священного писания мы еще должны брать примеры с Христа, с апостолов, еще с другими. Духом писания жить. Не в буквы писания, а духом. Ну, мы люди. Ну, пример какой-то. Человек что-то сделал, я должен делать так же или все-таки, или нет. Ну, то есть, он так делал. Но священное писание дает нам примеры праведности греха. А если я буду... И в одном человеке, и то, и другое, например. И Давид в молодости, как горела любовью Господу, даже мальчиком на гусях сочинял специальную песню Богу, когда с овцами в пустынных местах рядом с домом, пас и их, и его ум был для Господа. Вот. Седмижды нем хвалих тебя написано. Вот. И одновременно там, в Библии описано, как он ожил в будьте, в славе, на вершине так жестко пал. Главное грех – разврат и убийство. Какое, например, после этого покаяние и так далее. Вот. Да, конечно. Конечно. И Писание читает для того, чтобы видеть пример того, что такое славцы добродетели и как можно сгубить грех, то лучше по-библиотеретически увидеть грех, чем на практике пережить. Ну, а если мы, например, будем делать так же, ну, вот Павел ходил, проповедовал все, и я, например, по крайней мере, как минимум говорю, ну, и там делаю какие-то действия, что я делаю так же, а результат в итоге, ну, например, Павел ходил, проповедовал, я говорю, что вот я тоже, например, там объехал, например, там всю страну, к примеру, там, или весь мир, да, весь мир проповедовал, но в итоге, когда читаем у Павла, например, или там еще апостолов, они были там-сям, они везде образовывали общины, вот, например, а я везде, например, объездил, и по факту-то я ничего не образовал, ну, просто общался с людьми, встречался где-то, то есть, и тогда вопрос возникает, жить по Евангелию, мыслить там евангельскими священными категориями Писания, Священно-Писания, что я-то делал, почему, и там результат-то совсем другой. Я думаю, да, нет, если проповедь нести, во-первых, в России, это одна проповедь, и в Африку идти, что-то по-другому, или в Азию, или в исламский мир, например, Россия, она все-таки плохо ли, хорошо ли, но как-то о православии знает Россию. Тут одна форма свидетельства, а, скажем, не в православном мире, но в исламском, и там в Индию, в Китае, и там другая форма. Наверное, тут смотря как, куда еще. Но, все-таки, если, вот я прямо себя считаю, вот, я хочу быть, ну, не знаю, миссионером, проповедником, свидетелем, как не завидим, по-серьезному, для меня очень важно в жизни, я считаю, вижу, даже, может, призвание Божия к этому вижу, то, конечно, я могу говорить не о Боге, я буду говорить не о Боге, не о спасении, вы говорите о Боге и о спасении, православно, православно, я буду православно, это что значит? вот, я тебе, свидетельство о Христе, зажег то есть сердце, что следующее я должен сделать, тогда, раз это уже произошло, я зажег, ответственность за тебя теперь, что должен делать, чтобы ты с Христом был всегда, это как, а так, не в душе, а в реальном с Христом был, не мечтать, а реально, это как, Христом говорит, мы только с Христом говорим, по всеми слова, я с вами скончен, где, где два или три во имя мое, я тебя привел, Павел Христом, я, Павел, тебя, другого, третьего, я из вас создающее, зачем я делаю, потому что два или три во имя его вы будете, вы будете во имя Христа, Христом будет среди вас, поэтому мне не просто сказать, если это зажечь, а соедините вас друг с другом, чтобы был Христос среди вас, и это вы будете не просто общиной, а церковью, 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 это общество со Христом и Христа с каждым, и каждому другому Христе, но это как раз если... Поэтому, если я ставлю цель проповеди, серьезной такой, миссии, нести свидетельство, то я должен это делать так, чтобы это вело к созиданию опыта жизни Живом Христом, то есть созиданию общины или, ну, как церкви, или укреплению существующей общины. А, или укреплению существующей общины. А я просто, ну, я знаю, что вы много книг издали, там, и, например, вы вот хвалитесь, что вы там полмира объездили, и везде свои книги надарили, и они у вас там, и у всех президентов в ихних библиотеках, в личных комнатах стоят. Вот. Но в итоге, где общины-то? Где общины о том, что... Ну, я книги не писал. По моим проповеди писали книги. Разные авторы. Разные. Пиотеатр уже знают. По моим проповеди писали книги. Ну, и книги я писал. Я вообще не писатель. Но, если даже сказать так... Книги с вашими словами, с вашими какими-то... Ну, пускай. 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 И я это знаю, и не противляюсь. И я, когда мне говорили, а можно, вот мы это напишем, я говорю, как хотите. Не хотите не делать, хотите делать. Как хотите. Я всегда так говорю. Но, ну, как сказать, тут про меня и про другого. Значит, кто-то вот несет не полноту свидетельства, то есть, не ведет к тому, чтобы двое-трое были во имя Его, не несет. Значит, он как-то половинчато делает. То есть, он вот... Это как мать ребенка грудного кормила. Половина кормила, а половина голодная ставила. Так, получается. Но, с другой стороны, не совсем голодная, половина сытая. Ну, а вы скажите, я вот книги вот эти раздал, все дальше сами. Я пошел дальше. Моя задача, вот дать вам то, что я тут на... Ну, вот, если говорить, есть такая книга, называется «Дидохе». Знаете, Путин, да? Старинная книга там была. «12 апостолов». Нет, это уже в хрустерское время. Ее приписывают не апостолам, если это ученика августа написана. Это книга апостольского века. Реально. И она в сборнике «Писание мужей апостольских». Имеет место быть здесь такой сборник. И там, да, говорится, кстати, о истинном апостоле и ложном. Как определить? Написано, что истинный апостол долго не бывает в одном месте. Он свидетельствует и уходит дальше. И он здесь ничего себе не созидает. Какой-то кормовой базы или матьтехническую базу не созидает. Да, это правда и есть. Поэтому, я думаю, может быть такое служение в церкви, раз его дидохе говорит, может быть такое служение, в котором вот слово, слово и дальше в другую общину пошли. Думаю, может. Но тогда все равно, если это я не просто делаю, и тогда я это делаю в церкви, то тогда должны быть другие братья, мои сёстры, которые довершают это, созидая общины. И я вот там в дидохе описать, это знаете, описание какое? Там говорится, что он не приводит долго в одном месте истинный апостол. И мы говорим, что он не приводит долго в уже созданной, в том маленькой общине. То есть там это пример, когда реально созидание общины-то нет нужды. Она уже есть. Она переходит только. Он укрепляет уже сущих и приумножает к ним иных. И уходит дальше. То есть все-таки там плод, плод, рост общины, созидание общины есть. Поэтому всякое свидетельство имени Всевышнего Господа и спасения хорошо. Но все-таки лучше их лечить, тогда лечить, скрыть и докармливать. Понятно, понятно. А вы, например, 33 года в священническом служении. Почти 33. Почти 33 были. Естественно, много людей через вас прошло, пришло к Богу. И вы можете так сказать, что я привожу к Богу людей, они пришли через меня. Ну вот, или что вы приводите к Богу. Как сказать? Иногда мне так и говорят. Но я с этим никогда не согласен. И я говорю не от столба, не от ума, а из опыта. Я, например, многих хотел привести к Христу. Вот близких от них. И для этого старался, но у меня не получается. А других вроде я особо стараюсь не проявлял. А так загорались на Дивы. Я давно сделал вывод. Это потому, что дело не только во мне. Что-то во мне имеет значение, но это не единственное, что нужно. Во-первых, в самих людях, в душах. То есть это, кем воспитаны, где родились, кто их близкий. Это уже там что-то должно. Так иначе. Или, может, они, когда есть такое греха, что у них отрышку вызовут. И в мою слово вот так потопнуло. Но это потому, что бы предущий опыт. Они во мне делают. Но самое главное, конечно, как в описании написано. Один спахи, другой сетенец, говорит, но растит Бог. Вот все у Всевышнего Господа. Сколько раз. Ну, вот пример. Когда я 15-16 лет, потом 17-17, загорается для Господа. Я хожу в церковь, я причащаюсь, я молюсь. Я все духовные книги, я счастливейший человек. Но у меня есть мать, отец, сестра, роды. Они Бога не знают. И я так за них скольпел. Я им старался объяснить, доказать. В мягкой форме принудить к Богу принудить. Они им ничего не спорили. Ну, это для них не главное было. Я понял, что я ничего не могу делать. Ну, я ничего не могу делать. Я не могу сделать главное. Они от Бога не отрекаются. Но он мог сходить в церковь раз в полгода. И что дальше? И все. А по-божему, княжи, по-жему, сейчас. И я так расстраивался, что я ничего не могу. Я так хотел. Я такая радость, я сейчас и их зажгу. И мы все вместе. Да ничего не было. И я отчаялся. У меня был такой опыт. Вот отчаяние, уныние. Полная тоска. Я не могу спорить. Хотя он видел, что я не могу. И я опустил руки от отчаяния. Но я православный, поэтому у меня осталось всегда стоить в одно средство. Всегда молиться. Я стал заведомить по-другому. Не как до того. А я говорю, господи, я ничего не могу. Ну, сделаешь что-нибудь. Господи, ну, сделаешь что-нибудь. И как я стал так молиться, просил Бога. Отчаяния, у меня сейчас среди родных я тебе дал безбожник. И главная заслуга, если моя была не в том, что я что-то делал, а просто молился, а действовал Господь. Поэтому, когда многие вот так говорят, вот, просят вот это. Вот родные Бога, он говорит, я говорю, я говорю, Зоб, ты, простите, из-за того, об этом сказать, начните молиться. Если Господь не сождеет город, не будет сождеет город, напрасно будет строитель. Если Бог не строит дом, он не посудит город. То есть, вот эта сама фраза, что, так он же людей приводит к Богу, то есть, она в корне неправильно. Приводит, написано, Дух Святой действует. Мне сложный прокатчик владельцев по себе будет точно. Это работа Духа Святого Божия и отрек живого сердца человеческого. Я здесь, в данном случае, ну, наверное, хорошо, когда теряетесь пятое колесо, но оно совсем не обязательно. Ну, так вот, а когда, например, человек лично приписывает это себе, при всем том, что, например, как вы только что сейчас сказали, а ваши родственники, ну, когда-то там были неверующие, да? Ну, я говорю, вот, не отрицающий Бога, но и с Богом не жили. Да, 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 ну, с Богом не жили. И вы ничего делать-то не могли. Нет, ничего. При всем стараниях, самым искренним, самым искренним ничего. При всем стараниях, то есть, и при всем том, что вы бы там хвалились бы, а вот я там тысячи, не знаю, привел бы. Ну, а собственные родные, то есть, если не учусь... Ну, может, и похвалился бы, если родных привел. Ну, в самом первом моем этапе в духовной жизни, я убедил, что это... Тут моих стараний это недостаточно. Это может закончиться очень позорно и плачевно. Поэтому убедился, что если бы просить Господа и до своего действия, вот тогда будет результат. Ну, вы бы хвалились бы и обрадовались бы тем, что апостол Павел говорит, я вас родил, там... Он же много хвалился. А, подожди, Алешенька. А вот он-то ведь, мне кажется, и молился, и действовал. И тут все, а разве есть связь, что он, первое, на себя клал надежды, он говорит, потрудился больше иных апостолов, проще мне, но благодать я же во мне. Он, кстати, Бог честь отдал, то есть, он понимал, что без Бога ничто. Помните, как Господь сказал, что силу моей немощи человеческое решать, кто сидел немощи? Он сам всем говорит, кто он яркий. Помнишь, может быть? Кто он? Да, изверк. Как изверк некий. А, терзал церковь, когда? Да, да, как изверк. У нас по ним слово понять, изверк – терзатель. А ведь на самом деле слово изверк, славян сказать, изверженный. Так называли недоношных младенцев, которые организм извергнут себя. То есть, он что сказал, говорит, я недоносок этой фразой. То есть, ну, это вот недоношные, женщины вышедшие, это вроде человека на человека очень похожи. Он говорит, я вроде человека, а на человека не похожи. Я недоносок, я на полчерка не термал. Вот и что он с тобой пришел. Он, ну, как себя понимал-то. Он в другом месте пишет. Христос пришел, он мне грешен спасти. Но самый грешеный – это я. А если труд поместил, говорит, да, был такой, говорит. Но, впрочем, я на благодати во мне. Он все-таки не себя хвалил. Понятно. А вот вопрос такой, может, предпоследний. По поводу, мы помним, да, Христос приплывает на берег Гадаринской страны. Там бесноватые были. И там говорится, что они были настолько суровые, эти бесноватые, что люди там боялись ходить. Как некоторые говорят, надо как-то делать экстраполяцию, перенос тех событий на наше время. То есть, ну, там они были, мне это как бы не сильно интересно. Вот. Вот как это меня, например, касается. Есть, например, люди, да. Ну, вот любой, как-то сказать, златовуз говорит, что человек гневливый. То есть, гнев – это некое беснование. Хотя, например, Христос явил праведный гнев. Не помню такого. Это когда-то Христос грешил? Нет, нет, нет. Христос не грешил. А как он праведный гнев? Тогда святой глут был. Подожди, прошу прощения, Алеша. Праведный грех, святой глут. Праведный гнев. А тогда святой глут, давай еще придумаем. Давай будем говорить, было это честное убийство. Справедливое ворство. Он единственный, там, дважды его, когда он выгнал с храма, это-то и все. Где написано, что он гнев проявит? В чем гнев выразился, Господа? Ну, это, может быть, толковать или уже так, по-человеческому толку? Я без толковать, я читаю Ивань, я там не вижу гнева спасителя. Взял бич. И если я по-высному хлыстам там присутствовал, был гнев, он же ни одного не ударил. Ну, по крайней мере, не написано. Ну, я эту не облютил, знаете, так. Я взял бич. Что такое бич? Крут. Такого продавали, в частности? Ну, скотину. Животное для жертвования. Он взял бич, чтобы, знаете, вывести из этого, собирая скотину. Ну, да. Скотину как? Ты в деревне живешь, они слышат бич. Их бить не надо. Они слышат хлопок, они уже понимают, что только они любят. Христос никого не бил. Это он скотину в один раз. Про людей сказано, столы меняла, прокинул. Что он сделал? Вот он в гневе, нет, он сделал невозможное меняться. Он перемешал деньги, им спутал. Им пришлось сейчас не взамен заниматься, а заняться деньги собирать. И он сказал, сказал, может сказать, не делайте дома отца моего дом торговли. И он так и понимает. А я это так понимаю. Я понимаю, что он с болью в любовь сказал, ну не делайте дом разбойничьей торговли. А может так сказал. Я не вижу в этом тесте Евангелия даже намека на правильный или неправильный грех. На святую блуд или на честное раздражение. Гнев мужа праведом не соделывает. Гнев всегда, корень гнева, это гордыня. Христос спасит. Самый смиренный крот к сердцу. Нет, не было гнева никакого. Ни правильным, ни неправильным. А правильным я не буду не бывать. Это просто какая-то глупая, бездуховная игра слов. Правильный гнев, святую блуд, честное братство. Бех, то можно придумать, с чего все это. Нет, хорошо, вернемся. Это так может, а христианское, что я был правильным, гневом, то человек, который не знает, что такое любовь, и не знает, кто такой Христос. Ну вот, скорее всего, может быть. Это так будет человек, про который Христос сказал, не знает, с какого духа. Вот, тогда вернемся к тому, что я говорил, что, значит, Златов говорит, что гнев, это как раз бесовское чувство, тем более порождение гнева, это гордыня. Конечно. Вот, и люди... Гнев порождение гордыни. Гнев порождение гордыни. Люди сегодня, ну, у нас вот как привыкли мы, да, читаем первое, бесноватый, то есть это вот там фильм, например, вот он там в цепях бегает, там вот такой, ну, сегодня, например, гневающийся, просто человек в рубашке, там, в штанах, даже под пояском и с бородой, вот, это тот же бесноватый, например. Вот, ну, раз... Разные формы есть. Да, разные формы есть. Очень известна масса таких фактов, когда многие приписывают по разным, в разных формах, я встречал у святых, у кого-то правильника, с именем правильника, и просто какой-то ставит вопрос, а сколько одержимых имеют все, кто в какой степени, кто в какой степени, да. Ну, и так там написано, что многие боялись, то есть там ходить, и является ли сегодня, например, если человек, видящий вот такого человека проявление, ну, ну, просто боится, и просто, например, не знаю, даже, может быть, в храм не это, боится ходить там, где этот человек стоит. Почему? Потому что в Писании в Англии кое-что боялись, там не скажут, что это они делали правильно, боялись. Там не скажут, что это они боялись, они молодцы, делали правильно. Это он, это, констатация, боялись и все, а причин не скажут, почему. А может, потому что у нас сейчас есть суневерие, да, такое, что бес может, его можно подселить кому-то, он может из-за этого человека его это переселить. Но мы знаем, в Евангелии так не бывает, Господь очень схематично в одной из притч нарисовал, как происходит селение лесов. Помнишь, да? Да, про то, что дом убранный. Да, из-за человека изгнали, и он пребывал в местах безводных и пустых. И потом, смотри, что дом убранный, то есть душой человека сам изгнали. Пришел, и там порядок, имеется в виду порядок в глазах беса. А целка, что души без дает, у глазах бес в порядок. Что такое бесов порядок? Ну, барда, греха, совсем сказать, хаос греха. Вот такой бес в порядок, то, что он все в порядке. И тогда написано, он пошел, нашел семь злейших сессия, они образовались какой-то табон, усилились, того человека был несчастного, второй уже первого. Ну, с тем почему? Что является, что дает возможность бесу обладать человеком? Бесов порядок, бесов порядок в душе у человека, то есть порочный образ жизни. Это не стоя не рядом с бесноватым, не проходя и не граби, а бесов порядок в душе. То есть, ты не был порядок в душе? Нет, я знаю, что у меня на заре моего церковь, был такой факт, я ходил в церковь, и у меня был или каникулы после школы, или отпуск во время работы. Я полтора года в Сауде работал перед семинарами, благодатный опыт был, я голосовал за него. И это идея, я точно же, что он говорит, жить не смогу, бежал как из пожара в Сауде. Вот, мир вообще. И вот, а тогда я вот в такие дни, чаще в церковь, даже будни ходил каждый день, утром, нечего приходить. И вот раз, какой-то был день будничный, да, и служил батюшка старенькой, у нас был такой царь, какой царь с небесным, батюшка был такой, интересный. Ну вот, он спасли христиан, такой бесхитерстый, безобразовый. И вот он служил в литургии, и уже причащать вышел с чашей. Я, люди, небольшой ход с людей в будни почащаются, и вдруг мужчины ведут женщину. Она идет, и вот, чем ближе к чаше, тем она начинается больше стопориться, прям тормозить и рычать. Я-то я первый раз это видел. Я не видел там никогда страшного, наверное. Я думаю, если он не получится, что-то такое. Я знаю, мужчина, тебе какое-то доверие к нему, что они добрые делают. Вот они подтаскивают тебя к чаше, да, а она вот так вот, у самой чаши, втащили вроде ее, прям, вот, знаешь, двое замки с боков, а двое спину вот так вот толкают. И не мог, шестеря мог так уступнуть. Она уж пожелает. И шестеря мог так уступнуть ее. И чем ближе к чаше, тем тяжелее. Совсем к чаше к дверям, она вот так вот, как сейчас вот так. Ух, как-то. И они летят, и она, как неестественно, ковырком к дверям, ковырком откатывается. В общем, второй раз, третий раз. И я, а, я смотрю, я вообще в шоку стоять, будет, и такое? То есть я догадываюсь, где я такого не видел живую. Вот, батюшка собей, да не мутите вы ее, парень, погоди, я сейчас скажу, господи, вот так было. Ну, неважно. Ну, вот, имя хотел, что-то, он вспомнил. Зинонг, Зинонг, помоги-то нам. Из-за клички уходит баба Зина, уходит. Вот я не знаю, чтобы я потом тебя познакомился, чтобы все было интересно. Пособи ты им. Пособи им. Шесть мужиков вспомнил, какая бабушка из-за печки пособи им. Ну, он Эмин ее позвал, она каждый день приходила. Зинонг, пособи ты им. Она прошла, кто несчастный, взяла ее за мизинец. И так, как овечка, кротко подошла, отпричастился, пошла. Людмила, я, оп, это что такое? Это, 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 что такое? И меня я еще спокоил, я хотел узнать, что в чем дело. Я познакомился с этой бабушкой. Она, оказывается, очень интересно. Она, я говорю, когда я хотел церковь помолиться, была очень маленькая такая, да? И еще раз соблюдала столько постов, мясо вообще не ела. И в понедельник тоже соблюдал пост. У нее главное дело в жизни, замужем не была. Она в детстве прожила всю жизнь. Она специально потом из какой-то, и так было откуда. Она, в общем, продала всю жизнь, купила маленькую комнату, часть дома, около церкви, чтобы в церкви были тени ночи. Она там ничего не делала, просто молилась. Вот, вот, молился, пост и молилась, как Анна Фануилова, наследник, разным. Она в посте молилась, угадала Богу. Пост и молилась, вот она этим дышала. А Христос что, говорит? Сирот ничем же сходит, то, чем молитва и постов. И шестеро верующих людей в церкви не могли сделать то, что это Зинонка сделала. Взяла знаменитый, Зинчик подвела. Ну так она все-таки выглядела или все так? Нет, она подвела причастие. И та причастилась, что я делала. И я после этого, для меня, когда я читаю Иванского слова, «Серьезу, род, не точно, хмотаю постов», я понял, какая сила, постая молитва. А лучше сказать, за пост моим покатать можно с человеком, что даже такие люди смеются, как хорички делаются. Вот это я видел. Поэтому, если кто-то боится этого, такого, ну, мимо гробов ходить, или рядом стоять, побольше постись, молись. И будешь их, они потом будут, как я гнет. А как-то сразу мыслят, первое, что у меня возникает, можно ли вообще такую причащать? Она там, вроде какой-то обряд надо как-то очищать. Если говорить о традиции древней церкви, взять правило апостольские, там написано, что таких не причащают. Сначала нужно избавиться им, покаявшись, избавиться от демонского насилия, и после этого причащаться. А после правила такой, и для инцеректора жила. Сейчас наоборот, что-то такое подчеркивает, первое, что причащаться идти. А для инцеректора нет, не причащали. Для чего? Совершив покаяние. Потому что это вселение, оно не случайно. Глупая сказка, навели порчу, и так не бывает в жизни. Это беспорядок, в моей душе я создал. Это я прикормил бес, это я его зазвал. Каким делами, каким поступками? Большой душ покаяться. Закрыть дверь для беса. Кто-то просил причаститься. Поэтому, да, есть такое еще понимание. Вот ищут батюши, которые отчитывают. Ну, эти экзорцисты, да? Экзорцисты, да? Как плотнивые. Кстати, да, следующий вопрос. А настоящий духовник, который реально помогает людям в таком состоянии молитвы, он начинает не с совершения правил. Вот я знал, отец Герман Чесноков, покойник в середину посадьбы, смотри, покойник тогда, Марат. Он начал не с отчиток, а с исповеди покаяния. Говорит, давай, мой родной Герман Исповедь, давай с нуля, что ты помнишь, давай весь яд выпрямим, давай всю грязь отманешь сначала. Он с этого начинал. Вы знали таких людей, которые сгоняли бесов? Ну, вот отца Герман и вся Россия знала. Честно, помнишь? Он умер в пандемии, не два шутка года, зато. Понятно. Понятно. Адриан, отец Адриан, в этом, как я сказал, в Печерском мунестре, да. Но они начинают с покаяния. Они не обрядами очищают человека, а они звали покаяния, чтобы Дух Святой на всюду, если человек. Так а как он будет действовать, если даже, например, еще под воздействием находится, а бесу он не даст покаяния, как говорится? Ну, не скажи. Ну, то, что не даст, он не может смириться. Бес может влазить не в такой степени, чтобы он отключался сознание и чувство. Нет, так не бывает. Человек свободен. И не что ли, он может быть независимым, но свобода всегда остается. Там, на глобилизме, здесь всегда. Ну, теперь просто хотел задать такие полиции.